Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Совершенно не знаю как быть, долгое время пытаюсь прекратить отношения с женатым мужчиной, но постоянно возвращаюсь, и за это время не появился человек, который был бы мне интересен, которому бы я смогла пропустить к себе в физическом и моральном плане. Ждала быть одна, ждала от мужчины, которая периодически напоминает о себе, как поступить, продолжать иногда встречаться с ним, многого от него не жду, или остаться совершенно одной и ждать своего человека, хотя за 10 лет свой так и не появился. Ну, я бы сказал, что здесь ситуация такая, что вам, во-первых, нужно завершить отношения с женатым мужчиной, а вот потому что пока не завершите, новые не появятся, именно вот, в силу того, что сравнить, ну, что вы сравнивать будете, ну, по сути, то есть вот, вы же сравниваете как бы мужчин, получается, то есть, ну, как бы, пропускаете через такой вот сенс, то есть вот, по сравнению с тобой, да, а ты какой. Вот, что первое. Второе, что бросается в глаза, это то, что вам сложно мужчину подпустить, то есть, вы боитесь, очевидно, сближаться. Вот. Ага, и третье, на что нужно обратить внимание, это вопрос касается, скажем так, интереса. Да, 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 то есть вот, если вы говорите, что вам мужчина интересен, да, то во-первых, чем он интересен, а во-вторых, как вы проявляете этот интерес, потому что, честно говоря, немножко вот смущает тот факт, что вы говорите про ждать, то есть, ну вот, ждать для меня там мужчину, например, своего, да, ну вот, например, с моей позиции, да, с моей точки зрения, своего не существует, то есть, нет, нет своего, потому что люди не могут, не могут принадлежать друг другу, вот. То есть вы ждете своего, с которым бы вам было, ну, наверное, комфортно, с которым бы вы чувствовали себя в защищенности и в котором бы у вас были какие-то гарантии, а такого невозможно. Вот, а с вами вы себя, ну вот, вероятно, как-то обесцениваете, да, потому что встречаетесь с, 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 ну вот, с женатым мужчиной. Вот. И вот с этим, как мне кажется, в первую очередь необходимо работать, ну, в этом направлении. В целом, в целом, я бы сказал, что очень многое зависит от того, что, ну, осознаете ли вы, осознаете ли вы свою, скажем так, проблематику, да, или нет. То есть осознаете ли вы, замечаете ли вы, что является вашей проблемой. Вот. Ну, то, ну, то есть, простраивайте ли вы цепочку, цепочку. Вот. Если нет, то сначала нужно расстроить цепочку. А уже дальше смотреть, смотреть, что вам делать. То есть, например, чтобы вам встретить интересного мужчину, что такое мужчина, во-первых. То есть, как, как вы понимаете, что мужчина интересный. Вот. 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 Наверное, оно должно быть между вами и человеком, ну, наверное, что-то общее. Вот. Вот. А, что это общее? Ну, вот. Между вами. Что общего? Может быть. А это отзывовит нас к теме того, что вам нравится, чем вы увлекает, что вас интересует и т.д. То есть нас это отсылает вот к этой теме по большому счету. И если вы этому не уделяете свое внимание, то сложно вам будет своего человека встретить. Если еще имеет место быть внутренние конфликты, вот такие как страхи, ожидания, деструктивные установки, то странно сложнее это все сделать. Вы не понимаете, да? Поэтому задача заключается в том, что если говорить про то, как там быть, то заключается в том, чтобы себе разобраться. В первую очередь себе разобраться. Дальше уже будет видно куда, как, в каком направлении и т.д. вот, но пока, пока вы с тебе не разобрались, пока вы, ну вот, грубо говоря, не расставили приоритеты свои. Вот. Что вам будет дальше? Почему мужчина может, ну вот, в любой момент, когда ему захотелось, да, появиться и в любой момент исчезнуть? Потому что у вас есть трудности с личными границами. Вот. По, в общем-то, по той же причине вам сложно, как мне кажется, подпускать к себе людей. Вот. То есть, ну, вы не можете подпустить человек к себе. Вот. То есть, ну, вот. Есть в данном случае страх сближения. И, соответственно, чтобы все было хорошо, ну, вот, нужно, чтобы вы могли свободно, совершенно сближаться с, ну, с мужчинами. Тогда, когда вам этого хочется. Вот. Чтобы вы могли это делать. Чтобы вы не испытывали с этим, ну вот, проблем. Понимаете, да? И вообще с людьми, чтобы вы не только с мужчинами, да, но и с людьми могли сближаться. Ну вот, а сейчас же такое ощущение, да, что, ну, вот, не получается у вас это сделать. Вот. Вы не можете подпустить к себе. Вот. Как вы говорите. Вот. То есть, с личными границами работать. И, значит, взять контроль над ситуацией, условно говоря, в контексте, в контексте вашего женатого партнера. Вот. А, ну, как бы, взять контроль над ситуацией? А, почему такая? Потому что сейчас партнер ваш, ну, вот, уже… уже не так. Партнер ваш, он сам контролирует ситуацию. Вы беспомощны. И само собой вы будете бояться. Потому что вы чувствуете себя беспомощно, это страшно. Вы боретесь с беспомощностью. Только способы борьбы у вас вот такие достаточно деструктивные получается. Вот наша задача научить вас другим способом, более конструктивным, более интересным, так скажем, более гуманным. Давайте вот такой используем термин. Но опять же, все это актуально только если вы хотите над собой работать. Вот если вы над собой работать не хотите, хотите, чтобы как-то это вот, например, решилось само, да, то вот в таком случае, конечно, я бы сказал, что получится нашего. Вот. Ну, я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Конечно, вы, безусловно, большая молодец, что обратились за помощью. Вот. Вы большая молодец, что озвучили проблему, которая вас, ну, беспокоит, волнует, тревожит. Это очень здорово, что вы об этом заговорили. Но это только первый шаг. Это его решение. Удачи вам. Всего самого доброго. Спасибо.